Всем привет дорогие друзья, это Савай и мы продолжаем с вами продолжать, продолжаем продолжать играть в этот самый, в Ривод Брейкер, в Ривод Брейкер продолжаем играть. В прошлой серии строили наполовину карты оборону, к сожалению не могу показать, потому что у нас тут ионный шторм начался, но обязательно сейчас, скоро мы с вами обязательно на это все посмотрим. Копится у меня железе, копится у меня карбоний, все у меня копится, сейчас мы будем активно это тратить для организации обороны по второй части карты и начнем выстраивать наверное в рифт портале мегаштуки, то есть это будет наверное либо последняя серия, либо предпоследняя, как мне кажется. Поехали! Так, ну что ж, функционирование оборудования у нас возвращено в норму и мы переходим на вторую часть карты, которую до сих пор еще пока не добивали с вами. Здесь у меня есть некое рельсотронное оборудование, которое уже стоит, но нам надо будет его усилить, потому что в текущем виде что-то как-то жиденько мальца это все выглядит. Нет, я думаю, что мы добавим к рельсотронному еще... не туда зашел. Так, мы добавим к рельсотронному еще плазменное. Так, к рельсотронному добавим еще плазменное, добавим еще немножечко артиллерийского. Так, я там маленько закосячил, ну и ладно. Значит, артиллерийского. Значит, раз я там закосячил, но с другой стороны тоже будет вот так. Для симметрии. Если вы закосячили, сделайте вид, что так было задумано и сделайте симметрично с другой стороны. И тогда никто не сможет обвинить вас в том, что вы что-то сделали некрасиво. Так, теперь мы улучшаем вот эту вот систему, потому что прыгать по этим маленьким закуткам потом будет не хотеться. Поэтому мы сразу это сделаем, чтобы потом сюда вообще не приходить. Так, у меня осталось 23 тысячи кобальта, чтобы, конечно, меня не радовать. Но с другой стороны, мы практически подкрались к концу. Поэтому давай мы вот этот вот блок сделаем, чтобы нам за него потом не было страшно и больно. Еще, если здесь будет нормальное интенсивное нападение, то неплохо было бы сделать дополнительно по паре вот таких вот вещей. Сколько там у нас урана осталось? 67 тысяч. Уран, кстати говоря, тоже довольно серьезно заканчивается. Поэтому мы сейчас сделаем вот так, а дальше пока ничего делать не будем. Так, все, сваливаем отсюда. Это был раз кусок. Ну, вот сюда, скорее всего, просто тупо никто не дойдет. Сказал я. И обычно после этого сразу начинаются проблемы. Поэтому давай мы сделаем вот так. Может быть, сюда действительно никто не дойдет. Но если сюда кто-то дойдет, то нам нужно иметь возможность нормально здесь отбиваться. Так, что-то не прыгаешь-то. Ну, прыгай давай. Чтобы нормально иметь возможность здесь отбиваться, мы еще поставим сюда фейковую стену. Усилием артиллерийский расчет. И по хорошему плазму бы тоже надо улучшить. Ракетную башню. Ладно, давай вот эту вот штуку сделаем хотя бы на один грейд посерьезнее. Так, теперь делаем вот так. Не думаешь, сюда кто-то нападет? Ну, ладно, мало ли что. Так, теперь еще один кусок. Ну, вот этот кусок, который здесь, он будет прикрывать кусок, который там. Еще дополнительно, на всякий случай. Поэтому мы тут улучшаем артиллерийскую составляющую этого всего. И энергетическую составляющую этого всего. Потому что... Иначе будет сложно останавливать гигантов. 55 тысяч урана, блин. Погоди пока. За 10 урана грейд сделаем, а следующий грейд делать не будем, потому что меня жаб душит. Так, ну что ж, в принципе, улучшаем вот эту вот стеночку. И все у нас здесь нормально. Так, только вот это вот ненормально. А не потому что первого уровня. Это, конечно, позор. Пусть хотя бы будет второго. Потому что первого у меня вообще очень мало. Это я где-то вот здесь-то. А теперь мы пойдем вот сюда. А, ну здесь у меня уже посерьезки все сделано. В принципе. В принципе все сделано посерьезки. Единственное, что я сюда добавлю... Это немножко плазменно-энергетического. Отсюда у нас, скорее всего, никто не пойдет. Но мы просто вот такой вот рядочек здесь тогда и сделаем. Там действительно вряд ли кто-то попрется. Так. И усилим вот эту часть. Потому что сюда, в принципе, народ может пойти. Но здесь тогда хорошо как раз элисотронное оборудование должно себя показать. Оно будет пробивать прямо. И, по идее, наносить довольно серьезный урон. Я надеюсь. Хотя бы напрямую. Теперь мы пойдем отсюда вот сюда. Где сделаем... Так, а сколько тебе стоит железь и палладий? Палладий мы располагаем. Кстати, палладий перестал добываться у нас. Поэтому тоже надо немножечко как-то это... В общем, не сильно пожить. Так, усиливаем вот эту. Ну, сюда не знаю, дойдет ли кто-то сюда или нет. Хрен поймешь. Может, дойдет. Сейчас мы поэтому предположим, что может, дойдет. И сделаем там дополнительно артиллерийский расчет. Который будет оттуда постреливать на всякий случай. А вдруг что? Вот такой сделаем. Я думаю, что будет достаточно. Здесь у нас энергетическое оружие. Там у нас артиллерия стоит. Здесь у нас дополнительно контур защиты присутствует. Так, откуда они еще могут и куда напасть? Значит, здесь они напасть не могут. Не могут же здесь напасть? Не, не могут. Так, а здесь у нас, в принципе, с артиллерией все путем. Нам надо выстроить здесь дополнительно энергетическую оборону. Так, с энергетической обороной я думаю, что мы здесь ставим посерьезнее, потому что угол. Отсюда могут прийти сразу с нескольких направлений, поэтому на всякий случай надо перебздить. Так, артиллерию я здесь уже нормальную сделал. Так, это самый верх. Здесь надо поработать дополнительно. И с тем, и с другим. И с артиллерией в том числе. Так, и с артиллерией, и вот с этим, и с накопителями энергии, наверное, мы ее, да, за 10-то мы ее, наверное, загрейнем. Весь вот этот артиллерийский расчет, который здесь есть. Здесь, правда, часть за 100 будет грейдиться, ну и ладно. Так, это у нас и так уже улучшено. Так, это вот штука тоже мы улучшаем. Как у нас остается, 7500. А почему у меня местная электростанция здесь? Так, короче, что-то где-то перебили, походу. Стоять. О! Кобальт упал. И хрена? Серьезно? Кобальт? А на мою планету может пасть кобальт? Вот это очень любопытная история. Может быть, это потому, что у меня кобальт там закончился? И теперь он поэтому рухнул сюда? Блин, ну это тогда надо улучшить. Слушай, я-то что-то даже не обращал внимания, что здесь может быть кобальт. Да, реально. Прикольно. Но он один такой. Да, других вещей здесь нет. Кобальт здесь один. Ну, ладно, все равно хорошо. Хорошо. Так, что там у нас... Так, с артой у нас все нормально. С артой и энергооборудованием у нас тут все нормально. Так, кобальт. Так, я поставлю такой вот риф, чтобы сюда можно было нормально ходить. А мы пока с вами сходим наверх. Так, арта у нас тут есть. Энергооборудование у нас тут стоит. Так, это мы улучшаем. Идем теперь вот сюда. Здесь отсюда нас напасть не могут. Слава тебе, Господи. Так, зато могут вот отсюда. Могут отсюда. Здесь я не улучшал. Ну, вернее, не достраивал еще. Так, артиллерийский расчет. Так, кстати, здесь напасть-то могут довольно серьезно. Дай-ка мы вот так сделаем. На всякий случай. И вот эту вот штуку явно надо улучшить. Потому что реально вот этот закуток... Вот этот закуток может прям конкретно... А, это самое... Алюлиться. Алюлиться. Раз мы нашли кобальтовое расторождение, мы сейчас делаем здесь дополнительно грейды на этот самый кобальт. Так, еще нам нужна починка. Еще нам нужна починка. Так, ну, прыгай. Да, тормозит, конечно, да. Тормозит, конечно, прям очень хорошо тормозит. Так, ладно, давайте мы сделаем наши кобальтовые грейды. Палладьевые грейды. Чтоб у нас здесь точно никто не просочился. Ох, тормоза! Резко изменивлажите воздуха. Ну, бывает такое. Образуется туман. Ну и ладно. Туман нас не сильно парит, мистер Рикс. Так, где мой кобальт? 35 секунд. Так, ждем. Кобальт надо вырабатывать с большей эффективностью. Желательно с максимальной. У меня такое ощущение у меня, что... Секунды стали длиться в два раза дольше. Потому что, по-моему, все замедлилось. То есть, вместо того, что полагается, замедляется время просчета. То есть, мы такой, как в матрице находимся. И раз, и два, и ты... Ну да, как минимум, в два раза секунда длится, по-моему, дольше, чем она должна длиться. Ну, эффективность 50%, но так как у нас есть термоядерный синтез, нам, в принципе, наплевать. Давай, кобальт! Блин, зараза, тебя ждать просто минуту, походу. Да, очень долго строится-то, бель. Так, но без этого дальше у нас сделан недвинец. Потому что эта хрень, она дает максимальную эффективность. У всего происходящего. А мы с вами пойдем вот сюда. Где я еще не допилил кусок стены. Кусок стены, который защитит весь вот этот вот периметр от агрессивных вражин. От именно, от всяких колдунов, ауешников и прочей вот этой вот срани, которая бежит. То есть они должны дойти до этой, и вместо того, чтобы сдавать свои ауешки куда-то на нас, они будут сдавать свои ауешки куда-то на вот эту стену. А за это время наши бравые артиллеристы должны все это дело распинать на части. Вот такой у нас план. Так, это у нас есть, 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 есть. Мотать я сколько все изучил. Так, переносная турель, еще какая-то дрянь, и еще какая-то дрянь. Так, я нашел себе тот набор, которым я хочу пользоваться, поэтому это все так. Просто чтоб было. Давай, это тоже изучим, это тоже изучим, что у нас тут еще. Еще там каких-то данных у меня нет по каким-то животным. Но раз они мне за всю историю игры не пригодились, то, наверное, не очень-то и надо. Еще я ни одной пушки не модифицировал, но я даже не представляю, что надо будет еще стоять и в каждую пушку запихивать дополнительные модификации. Это выше моих сил. Понятное дело, что там можно и урон поднять, и количеством пушек уменьшить, но нахренать надо делать, непонятно. Если бы я оборонялся где-то в закутке, вместо того, чтобы оборонять по всей карте, ну да, наверное, это было бы... Это было, наверное, имело бы смысл, а так, не знаю, не вижу. Так, еще 55 секунд, так, ладно. За эти 55 секунд я успею тут наделать делов. Кстати говоря. Кстати говоря, о делах. Вот этот кусочек тоже такой, в общем-то. Довольно слабенький-то, если посмотреть. Так, давай-ка мы... Так, стоять. А, здесь я понял. Сюда, по-моему, даже никто ни разу не нападал, если я правильно помню. Вот на вот эту часть. Но все бывает когда-то впервые. Поэтому на всякие случаи... Сколько у меня 197 пушка осталось построить, можно... Ну, немного, да. Был 1000, теперь осталось 197. Так, это мы улучшаем. Делаем небольшие... Сколько у меня? 58 тысяч урана. Ну, нормально. Как минимум, один грейд артиллерии мы можем сделать. Ничего с нами не случится. Надеюсь, сколько... А здесь паладе только же. Ну, ладно, давай мы тогда даже вот так сделаем. Поскольку мы нашли этот самый... Кобальт. Из этого Кобальта... Из 9000 Кобальта, которые мы нашли... Мы путем максимизации добычи можем получить... Что-то там дохрена как-то. Сейчас посмотрим сколько. 11 секунд осталось. Да, эти 11 секунд будут длиться вечно, по-моему. 9, 8, 7. Ну да. Но мы все равно дождемся. Значит, сейчас у нас добывается производство 3 в секунду, а будет производство 4 в секунду. То есть, по факту, 40 тысяч здесь находятся. То есть, вот отсюда мы извлечем 40 тысяч Кобальта, чего нам хватит на грейды всего, что у нас осталось. Так что не вижу никаких проблем. Так, а мы пока перемещаемся вот сюда. Так, перемещаемся вот сюда и начинаем клепать здесь еще дополнительную стеночку. Которая дойдет у нас до вот этого момента. Ну, давай. Значит, часть здесь, по-моему, загрыжена, но строить это очень долго, поэтому мы ускоримся вот так. Да, часть здесь пушек была загрыжена, но теперь она будет не загрыжена. Ладно, ничего страшного. По-моему, сейчас выкинет. Да. Меня не выкинуло. Или выкинут. Прямо думает, выкинуть, не выкинуть. Кажется, я переборщил с обороной. Я даже боюсь что-то делать. Так, надо немножечко приостановиться. Не держит две с половиной тысячи пушек движок. Не, нормально, смотри. Вытащил. Хорош. Так, хорош. Только теперь тут он, наверное, пытался энергию просчитать для вот этого всего. Я потому что энергоузлы убрал. Он, наверное, такой думал, блин, это вообще должно снабжаться энергией или не должно? Что с этим совсем говном теперь делать, которое здесь понастроено? Так, нет, куда я зашел-то? У нас осталось 162 пушки всего, и нам надо тогда сделать небольшие энергетические дополнения. Так, энергетические дополнения сюда мы сделали. Теперь надо улучшить вот это до третьего уровня. Так, и в принципе мы получаем... Так, и в принципе мы получаем нормальную историю вот с этим совсем. Ну, грейдить пока я хрен его знает. Ну, надо, наверное. Загрейдить артиллерию это прям вообще мастер. Правда, у меня каким-то огромным количеством убывает карбоний. Ну, что поделаешь. Ох, тормоза! Тормоза-то какие! Тормоза! Так, а здесь у нас тоже арты нет. А, нет, здесь у нас уже арта есть. Значит, вот этот вот блок я заделал артой. Это я молодец. Причем я даже ее... не везде, но улучшил. Так, ладно, дам-тадам. Улучшим еще вот этот кусок. Так, вот эти два куска улучшим. Ну, насчет вот этого я хрен его знает. Ну, давай тоже улучшим. Так, теперь идем сюда. И мы выходим, в принципе, на угол. Я думаю, что мы как-то так его дальше и будем продолжать. Так, мы выходим на угол. Угол у нас неплохо защищен при помощи артиллерийского, но очень плохо защищен энергетическим. Поэтому с энергетическим сейчас тоже надо будет что-то сделать. Ну и, в принципе, наверное, почти все. Да. Чуть-чуть мне не хватило серверов для того, чтобы прям все четко заделаться. 126 пушек. 126 пушек мне не хватит. Так, ладно, сейчас мы улучшим последнюю стену. Как у нас 126? Ну, может быть, кстати говоря, на этот угол и хватит. Сейчас посмотрим. Не знаю пока. Можно было, в принципе, все это замотать вообще в непроходимую четырехуровневую стену. Но мне кажется, что это перебор. Перебор даже для меня. Вот что нам надо сделать. Так это нам надо укрепить энергетическим оружием вот этот вот угол. Потом поставить доп. энергетическое оружие вот здесь вот везде. Так, потому что плазменные расчеты здесь должны везде быть. По крайней мере, там, где двери. Так, у нас ставят 106 пушек. Ну, давай как-то вот так вот сделаем. Плазменный расчет сюда и плазменный расчет сюда. Так, в результате мы получим довольно серьезную дурную силу вот в этом месте. Значит, отсюда у нас еще могут идти на падение. Значит, сюда мы сейчас тоже припихнем как-то вот так. Но здесь уже припихивать бессмысленно. Так, 84 пушки осталось. Отсюда я вообще не помню, чтобы кто-то нападал. По-моему, у них нет респауна вот в этом месте. Мы на всякий случай здесь, конечно, сделаем вот так. И вот так. Ну, если что, придется сюда весело бежать и махать здесь. Не знаю, чем тут молотком махать. Чем-то махать придется, короче. Ну, давай, ладно. Раз у нас кобальт есть, давай тогда, чтобы не приходилось сюда бежать и махать. Вот этот вот небольшой уголочек сделаем поинтереснее. Придет сюда, кто не придет, без разницы. Здесь не так много пушек, которые можно просто загребить. Все вот эти вот плазменно-энергетические вундервафли у нас готовы. Артиллерия у нас тоже будет сейчас максимальная. Ну, и как бы и хорошо. Так, отсюда тогда будет нормально. А дальше у нас уже все готово. Да, здесь мы уже сделали. Ух, тормозит мотать. Тормозит мотать просто. Ну, подавать сюда вот это я не вижу смысла. Зачем? То есть нахрена, а главное зачем? Так, теперь нам надо разобраться в таком случае. Ну, я думаю, что я готов. Я надеюсь. Сейчас надо только сохраниться на случай, если меня выкинет. Потому что если пойдут нормальные волны, и меня выбросит до последнего автосейва. Так, сейчас я это сделаю. Так, все, я запустил процесс сохранения, потому что непонятно, к чему может привести, подвисает все настолько конкретно, что я не уверен. Не уверен я совсем. Так, пойдем теперь к нашей хрени. Пойдем теперь к нашей хрени и посмотрим, что у нас тут получилось. Значит, нам надо будет подать сюда куда-то... Куда-то нам надо будет подать сюда сверхтяжелую плазму. А сюда охлаждающую жидкость, либо воду. Так, ну, воду... Вода у нас вот здесь вот есть. В принципе, от этого рассадника, я думаю, что мы можем, в общем-то, избавиться. Хотя можем сделать еще дополнительный завод фильтрации. А сколько надо воды? А 100 воды всего надо? То есть, чтобы содержать рифт-станцию, нужно 100 воды? Ну, ладно. А нам поставим свой маленький фильтрационный заводик вот сюда. А сюда воткнем рифт-портал. Так, маленький фильтрационный заводик. Так, маленький фильтрационный заводик, который мы сейчас зацепим немножечко грязи. И... Типа вот так вот его сюда подадим. Значит, сюда нам надо будет подать сверхтяжелую плазму. Давайте мы поставим сюда термоядерный. Главное, чтобы он не бомбанул. Так, поставим сюда термоядерный... А, вот и существа. Потому что здесь тоже нужна вода. Мы как раз сейчас эту воду отсюда заберем. Вот такой вот у нас будет кластер здесь. Так, надо тебя только к воде, к этому самому, к электричеству подключить. У нас будет вот такой вот кластер. Мы отсюда заберем немножечко вода. Откуда пойдут? О! Они пойдут широкими мазками вот оттуда. Ну и отлично. Как раз пусть у нас пока вот дрянь построится. Так, давай. Это вот мы сейчас подключим. Так, это у нас не грейдится. Эту штуку нам грейдить не надо. Так, это у нас и так уже загрейжено на максимум. Эту срань, по-моему, можно удалить уже. Рассадник. Мы рассадник оставим. Просто, чтобы было красиво. Не туда нажал. А заготовители хрен с ними. Так, и пока у нас построится вот эта дрянь, мы как раз сейчас помахаемся немножко существами. Так, а где у нас будет основной удар? Охрен его знает, где у нас будет основной удар. Везде. То есть отсюда основной удар может быть вообще в любом месте. Ну, пойдем куда-нибудь сюда, не знаю. Потом, если что, телепортнемся отсюда. Так, у меня же здесь энергопушки стоят. Я же их доставил. У меня стоят же здесь плазмы. Мы еще несколько плазм сюда воткнем. Да, несколько плазм воткнем. Сверху, по-моему, с плазмами у меня все замечательно. А, вот это вот я не загрейдил, да? Да, точно. Я же не загрейдил вот этот вот расчет. Ну, как раз у нас 55 секунд. Сейчас мы сделаем нормальную артиллерию здесь. Ну, кстати, кое-где я загрейдил. Ну, ладно. Уран у меня еще 54 тысячи. Железе и карбонии у меня достаточно для того, чтобы проводить такие манипуляции. Поэтому главное, чтобы сейчас не выбросило меня. За все мои манипуляции. Вот за то, что я сейчас делаю. Тормозит, конечно, капец. С другой стороны, сложно было что-то другого ожидать. Так, 40 секунд, да? Ну, можем, кстати говоря, раз у нас этот самый прибавляет скобальт. У нас уже 20 тысяч его. Можем, в принципе, и в обратном направлении пройти тогда. Сделать вот такую хрень. Конечно, будет сурово. Такое количество усовершенствований будет крайне сурово. Но зато мы во всеоружии встретим Волду. Если так, у меня все улучшено уже. Так, вот эту дрянь еще улучшим. Вот эту дрянь еще улучшим. Так, еще какой-то дрянь здесь. Как немножечко дряни здесь. И какой-то дрянь здесь. Так, ну, как-то так. Где я там нахожусь? Вот здесь. Интересно, откуда пойдет... Пойдет то, на чем нам надо будет сосредоточиться. Так, ну, пойдем для начала сюда куда-то выйдем. Рядом с озером посмотрим. Как дела будут обстоять. Так, 10 секунд осталось до нападения. Только не выкинул бы. Главное, чтобы нас, конечно, не выкинуло сейчас. Когда все это начнет стрелять, чтобы мы остались живых, желательно. У меня, кстати, закончился кобальт. Как раз пока мы будем этим заниматься, он и накопится. Ну, давайте, Enemy Creatures. Ради вас все это дело строилось. И ради зрелищности. Не подведите. В смысле, кабаны? Дожди, это самые простые кабаны, что ли? Серьезно? Самые простые кабаны, это неинтересно. Так, а где-то что-то поинтереснее есть? Вот оттуда, по-моему, сверху что-то интересное идет. Или сначала и всегда идут самые простые кабаны? Потому что самые простые кабаны, и вот эта вот срань, она не очень-то и доходит. Я вам тоже принял свое участие в этом. Так, там тоже что-то ничего такого интересного пока нет. По-моему, внизу повеселее как-то, чем здесь. Ну-ка, пойдем вниз сходим. Да, как-то внизу позрелищнее получилось. Кучки тут какие-то, вот это вот все. А, это крабики, я все вижу. Так, это крабики пошли. Ну да, то есть они идут сначала, наверное, из первого биома, потом их по очереди, скорее всего. Потом пошли крабики из этой самой, из пустынной области, потом пойдут еще кто-то там. Красиво, блин. А, о, колдуны поперли. Да. Колдуны долго не протянули, это хорошо. Они тоже из пустыны, кстати говоря, колдуны. Ну да, мне кажется, это самое зрелищное направление, потому что здесь они из-за бугра уходят и здесь вводят, а здесь прям напрямую идут. И получается самое нормальное, наверное. О, еще колдуны. Ради колдунов я стопу артиллерии ставил, потому что колдуны меня в свое время очень сильно, вот самое, припарили. Когда они только начали появляться. Там нормально все? Ну да. Я думаю, что мы здесь и останемся с вами пережидать. Так, это некропаучки. Некропаучки нас не сильно волнуют. Слушай, с них можно нормально зарабатывать. Все? А сверху еще чуть-чуть. Так, что-то эта волна какая-то слабенькая. Где гиганты? Что-то не надо гиганты. Ну, может быть, гиганты где-то в другом месте, конечно, прошли. Смотри, там занят насобирали. Блин, можно было, в общем, не ходить за этими хитрыми ресурсами. Ну, урана 57 штук. Вообще можно было не ходить. Можно было здесь прямо остаться. Так, где там? Здесь, да? Да. Так, здесь еще чуть-чуть. Блин, это такое ощущение, что если я не вижу, то там ничего хорошего не образуется. Так, и здесь тогда. Или она уже успела исчезнуть. Ну, да, здесь всякая шляпа какая-то. Мня, какая-то шляпа. Ладно, возвращаемся тогда сюда. Значит, вот у нас есть такая хрень. И нам надо подать сюда... Сколько сверхтяжелой плазмы? 50 секунду. И 10 тысяч энергии она еще будет жрать. Ни хрена себе. И плохо. Так, здесь 50 сверхтяжелой плазмы. Значит, у нас есть просто плазма. Нам надо сделать из просто плазмы сверхтяжелую плазму. Это преобразователь. Значит, у нас заходит плазма. Получается сверхзаряженная. Не сверхзаряженная, а не сверхзаряженная. Так, то есть мы берем... Получается, ставим вот так ее. И, значит, протягиваем вот таким образом. И каким-то вот таким. Так, значит сюда мы сейчас запихнули Все, что нам надо Теперь нам надо пристроить Сюда конденсатор А может давайте прям сразу два Это ж нападение вызовет, правильно? Десять тысяч карбония Так, ин прогресс Придется продержаться Ща мы все сделаем Щас нападение будет, да? Немного подождать Ладно, ща посмотрим, подождем У нас достраивается вот эта дрянь Щас мы, блин, десять тысяч карбония нет Карбония мне Полцарства за карбоний Более же так медленно Просто капец Блин, ну прибавляется по 170 Прям хоть иди и шахты строй Ну я, конечно, не пойду Но прям хоть иди и строй Бух Идет строительство стабилизатора Квантового портала Так, ну что ж Нам не нужно торопиться С постройкой этого здания Я бы не хотел, чтобы меня зашибло Проходя через нестабильный риф-портал А мы и не будем торопиться Зачем нам торопиться, я шлюю? Кому это может понадобиться? Ну, думаю, никто бы этого не хотел Да Это шутка? Да, так и должно было быть Думаю, они не спрограммировали это для тебя Думаю, они не программировали это для тебя Ага Так, а почему не улучшается? Потому что карбония нет Мне, в принципе, и не надо В общем-то Так, если по-хорошему То мне эту термоядерную балалайку Усиливать, в общем-то, не требуется Так, одна фиговина у нас готова Эта фиговина у нас достраивается Через 4 минуты у нас достроится еще одна фиговина Я просто думал, что на меня прямо сейчас попрут А они что-то не прут Ну ладно, подождем тогда А пока подождем Единственное, что мне, наверное, хотелось бы Еще дополнительно усилить Блин, прикольно получилось вот это вот место Места много, главное, хорошо Я бы хотел, наверное, усилить патронные заводы Если я их еще не усилил до максималки А я их усилил до максималки Так, завод боеприпасов у нас, значит, и так максимальный А заводы по производству башенных, ну В принципе, можно 200 карбония, железе и 500 урана у нас стоит улучшение завода До третьего уровня Сейчас будет как-то очень неловко Если вся вот эта вот оборонительная хрень окажется совершенно беспонтовой Я это все построю И они такие Ну, окей, вы прошли Ни финальной мегаволны, ни хрена То есть, я буду расстроен Мотать преобразователь плазмы Стоится Строится хрен знает сколько просто Три минуты нам еще ждать здесь Осталось Так, чем бы себя таким занять Пока мы три минуты будем ждать Так, ну пока мы будем ждать три минуты Давай займем себя Надо занять себя украшениями Нет, там не хочу Цветочки посадим Куда-нибудь Так, что бы еще такого сделать Фонерики желтые поставим Так, что-то цветочек какой-то у нас пропущен оказался здесь Чтобы когда придут колонисты сюда Они просто охренели Они такие заходят А здесь такая красота вообще Цветы Монстры Вот это вот все просто будет Замечательно так И по центру этого поставим Вот такой фонарик Так, сюда поставим Черный флажок И черный флажок в другую сторону А сюда Какие-нибудь еще цветочки посадим Да не пугай меня так Я думал там кто-то в тихушку напал на нас Вот такая туда с веселенькой рифт-станция получилась Ну вернее еще не получилось Но через 2 минуты получится Так, этот термоядерный дребедень работает нормально Так, преобразователь работает нормально Нам нужно, чтобы он Как раз вот 2 минуты на этот И плюс улучшение дополнительно Ну что нам еще здесь может пригодиться Да давай для серьезной На серьезных щах Да, чтобы у нас были дополнительно максимально серьезные щи Мы тут поставим еще Так, радарную установку Башню атакующих дронов Так, мины стоять не будем Так, поставим здесь такую башню Так, через промежуток такую башню Это все наши достижения, короче Чем тут наделали Кстати, сверх тяжелая нужна сюда В заряженной смысле Так, это мы поставим вот сюда Нам, в принципе, не обязательно же Так, это мы поставим вот сюда Что там у нас еще Такую штуку поставим Чтобы все понимали, что мы тут не занимались хреновней Пока ждали колонистов Так, вот такую вот штуковину Так, давай рельсы какие-нибудь Ну ладно, дальше ничего не будем пока делать Так, между ними расставим энергетические узлы Чтоб все было четко И вот это вот все надо улучшить Так я с тяжелой артиллерии не пострелял Так, минуточка остается у нас До конца строительства Шла минута до конца строительства Мы развлекались как могли Блин, я все-таки Начинаю побаиваться, что никакой финальной волны не будет Мотать артиллерии Выглядит очень круто Кажется, я бы посмотрел, как эта хрень стрелять будет Мне кажется, это будет довольно любопытно Мотать просто огромное Так, 48 секунд остается здесь И минута 11 остается здесь 42 секунды остается до вот этого Так, наша красивая Красивая наша штука Тоже как бы чего-то там Нормально себя чувствует Клонисты должны быть довольны А что мне, кстати, по технологиям Атомная мина Атомная мина, пулеметы Еще какая-то дрянь Еще автоматическая турель Еще какая-то штука Ладно, это все нам неинтересно Ух-ح-ح Ух-м-х Ух-м-х Да, прям расслоение кадров уже началось Так, сверхтяжелая плазма Или заряженная плазма, охреняженная плазма Пошла Значит, эта штука у нас есть Так, эта хрень достроилась Достроилась, никаких волн нет Так, а что Строительство конденсатора гиперчастит Завершено? Красивая штука Наконец-то, это большой шаг К установлению стабильной связи с землей Блин, молоток Это в руке, конечно, просто Молоток, мое почтение Так, ну что ж, 7 секунд остается До завершения вот этого Так Квантовое Строительство стабилизатора квантового портала завершено Ну, красиво, очень, конечно, красиво нарисовано Отличные новости Было нелегко собрать весь этот титан, чтобы построить его Ну и че? Мы собрали все компоненты риф-станции Мы можем начать подготовку к цитку запуска Подойди на риф-станцию, чтобы инициировать полную диагностику всех подсистем Я подошел Так, подошел Как это сделать? Подготовьте риф-станцию к запуску портала Ставьте на риф-станцию Стал Я начинаю диагностику риф-станции Эшли, пожалуйста Можешь пока проверить список ресурсов, необходимых для инициализации потока запуска риф-станции В смысле? Еще ресурсы какие-то есть? Какие еще ресурсы? Хорошо, мистер Риггс Хорошо, мистер Риггс Нам понадобится три основных компонента для запуска портала Стартовый заряд, который запускает последовательность Стабильный поток сверхзаряженной плазмы для ворот портала И охлаждающий жидкость для стабилизации станции во время процесса Это не должно быть так сложно с той инфраструктурой, которая у нас уже есть Ну, в общем, да Вообще не стоит Диагностика станции завершена Проверка структуры портальных ворот В порядке Проверка силовых муфт В порядке Проверка плазмоводов ускорителя термоядерного поля В порядке Каток емкости конденсатора гиперчастиц в порядке Проверка магнитомет стабилизатора квантового портала Ошибка Магнитное поле нестабильно Так, то есть мне надо припихнуть это в этот самый... в секунду, что-ка? О, нет, этого стола ждать Магнитное поле этой планеты не ведет себя нормальным образом Мы не сможем ее покинуть, если не стабилизируем магнитное поле вокруг рейт-станции Ну, давай стабилизируем Мы можем стабилизировать магнитное поле, построив дополнительные стабилизаторы магнитного поля вокруг рейт-станции Дополнительные стабилизаторы магнитного поля? И сколько мне их надо построить? Четыре Но это значит, это усложняет процесс Магнитный стабилизатор требует много ресурсов для создания Они сами потребляют много энергии Требуют охлаждения, нам придется разместить их вокруг портала Но не слишком близко друг к другу Она почему-то не договорила это Так, я только хотел сказать, что стабилизатор это... А вот есть, кстати, стабилизатор, который не требует ничего Не требует охлаждения Вот давай мы построим... Мы можем увеличить наши внешние авантпосты Давайте рисковать процесс сбора ресурсов Да мы и так сделаем, что-то не сэм, мистер Рикс Подожди Ой, да ладно тебе, не говнись А не слишком близко, это насколько не слишком близко? Ээээ, настолько не слишком близко Ладно Не слишком близко, так не слишком близко Возможно, также придется расставить здания вокруг Риксанции Да, мы делаем это не потому, что это просто Мы делаем это потому, что это сложно Давай приступим к работе Я уже все сделал Я уже приступил к работе Так, значит, мне надо четыре вот таких вот штуки Которые просто сложно делать Но зато и потом, в принципе, строго говоря Наплевать на охлаждающую жидкость Что значительно экономит нам много всего Так, ладно Есть такое дело Есть такое дело Вот мы, значит, поставили несколько стабилизаторов Теперь нам надо, чтобы сюда заходило столько, да? Ага Нам надо пять тысяч воды, чтобы зашло Пять тысяч воды Пять тысяч воды И пять тысяч сверхзаряженной плазмы Ладно, если это будет в течение одной серии Серия получится просто капец, каких размеров Давайте тогда сделаем паузу Ну и следующая серия, очевидно, будет последней Спасибо за просмотр Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло Не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше Уведомления о новых видео ты сможешь получить только Подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok